Сегодня любой специалист по постматальной хирургии знает, если новорожденному требуется операция, но несколько дней можно подождать, то следует отложить ее до восьмого дня после рождения. Однако и дольше оттягивать тоже не стоит. Потому-то врачи, верившие в бесполезность аппендикса, предлагали удалять этот орган у младенцев именно на восьмой день. Причина состоит в том, что на период со второго по седьмой день жизни младенца приходится наибольший риск неконтролируемого кровотечения. Даже самое простое хирургическое вмешательство может привести к серьезному поражению внутренних органов, в том числе мозга, и в итоге к летальному исходу от шока и кровопотери. Вызвано это тем, что в организме новорожденного еще недостаточно витамина К, ранее поступавшего из организма матери. А витамин этот крайне необходим для синтеза белков, свертываемости крови, в частности протромбина. В итоге, к третьему дню от рождения количество протромбина в организме падает до уровня 30% от нормального. Но на пятый день организм начинает полноценно вырабатывать собственный витамин К, и на восьмой день происходит скачок протромбина до уровня 110%, после чего содержание его быстро нормализуется. Таким образом, восьмой день оказывается наиболее благоприятным для хирургического вмешательства, когда риск операции снижен до минимума. Безусловно, в древности ничего не было известно ни о механизме свертываемости крови, ни о белках, ни о витаминиках. Эти открытия были сделаны лишь в 20 веке нашей эры. Но за четыре тысячи лет до этого, в 20 веке до Рождества Христова, Господь, давая Аврааму заповедь в обрезании, как знаки Завета, сказал «Восьми дней от рождения, да будет обрезанным у вас в роды ваши всякие младенец мужеского пола». Книга Бытия, 17 глава, 12 стих. И полтысячелечия спустя в инструкциях священникам снова подчеркивается, что обрезание новорожденного следует делать именно на восьмой день. Книга Левит, 12 глава, 3 стих. Чем же можно объяснить наличие столь важной информации у древних евреев задолго до соответствующих научных открытий? Исключительно откровением того, кто сотворил и витамин К, и протрамбин, и самого человека. Сказал Бог Аврааму, ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои, после тебя в роды их. Бытие, 17 глава, 9 стих. Субтитры создавал DimaTorzok